Казахстан Казахстан Если немножко помечтать, то в 2050 году правительство подведет итог исполнения этой программы. И сегодняшний студент, а тогдашний историк запишет в своей статье, что в 2012 году тогдашний президент такой-то предложил нам эту программу. Вот мы его выполнили. Стоит отметить, пока одни непрерывно хлопали президенту, его политические оппоненты активно комментировали речь вождя в интернете. По поводу эйфории вокруг очередных проектов, амбициозных проектов, можно сравнить с тем же Хрущевым, потому что мы знаем, человек, который заявил, что через 20 лет весь советский народ будет жить при коммунизме. В середине рыночных 90-х бизнесмен Булат Абилов был экономическим советником президента. Для него нынешние реляции о скором постиндустриальном звучат как плохое прикрытие дальновидной безхозяйственности руководства страны. Что касается форсированной инновационной программы, все эти проекты провальны. До 90% всех проектов убыточны. На днях стало известно о закрытии завода по выпуску плаченников в октаву. То есть такая судьба постигает многие заводы, которые с помпой президент открывает, через полгода, год-два все закрывается. Впрочем, на иностранную публику выступление президента Казахстана, похоже, тоже не произвело снухшибательного впечатления. Комментарии гостей звучали скорее как неприкрытая политика и вынужденная дань вежливости. Во всяком случае, мировая пресса снова проигнорировала Назарбаева футуриста.